Здравствуйте, дорогие мои друзья, ученики! Я очень рада снова видеть вас сегодня на своем канале. Сегодняшний наш урок я хочу посвятить очень важному, очень разнообразному глаголу prendre. Чем нам интересен этот глагол? Во-первых, у него очень много однокоренных глаголов, то есть выучив спряжение одного глагола и значение его однокоренных собратьев, вы сможете блистать в различных ситуациях. Кроме того, с глаголом prendre существует очень много устойчивых выражений, которые переводятся иногда понятно, а иногда где-то даже совсем неожиданно. Поэтому, опять же, выучив сегодня эти устойчивые выражения, вы сможете расширить свой словарный запас. Кто уже давно изучает французский язык со мной, уже поняли и знают, что я люблю систематизировать уроки, то есть мы берем один какой-то глагол, одну какую-то тему и вокруг нее пляшем, то есть ее подробно, глубоко изучаем. Мне кажется, такой подход правильным. Прежде чем мы приступим к уроку, я хочу сделать небольшое объявление. Один мой ученик постоянно ругает меня за качество звука, за качество света. И я стараюсь, конечно, делать свои уроки максимально качественными, но я объясняю, что снимаю я на свой обычный телефон, у меня нет профессионального оборудования. На что он мне предложил запустить такую акцию. Для тех, кто хочет помочь в развитии моего канала и усовершенствованию моей материально-технической базы, для того, чтобы сделать звук лучше, свет лучше, качество монтажа тоже лучше, благодаря специальным платным программам, он предложил мне под видео оставлять ссылки, по которым все желающие могут выразить свою благодарность и поучаствовать в развитии моего канала путем внесения небольшой какой-нибудь суммы. Я оставляю внизу ссылочку на возможность перечисления суммы в размере 1 евро, 2 евро, 5 евро. Кто сколько считает нужным и кто сколько может, тот, пожалуйста, может поучаствовать в развитии моего канала. Я обещаю, что эти деньги будут потрачены исключительно на улучшение качества и количества уроков. Вот, объявление я сделала, теперь давайте же скорее приступим к урокам, потому что мне очень много хочется всего вам рассказать. Итак, приглашаю вас на свой новый урок, глагол prendre. Поехали! Итак, основное значение глагола prendre это брать. Спрягается в настоящем времени данный глагол таким образом. Je prends, tu prends, il prend. Внимание, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Здесь у нас буква E дает три разных звука. Обратите, в первых трех формах это носовой звук en. Je prends, tu prends, il prend. Во второй, в первом и втором лице множественного числа это звук E. Prenons, prenez. И в третьем лице множественного числа это prenne, звук E. Это очень важно, пожалуйста, не пренебрегайте правилами произношения. Так, сразу что хочу сказать еще по спряжению. Partici, passer для образования прошедших сложных времен будет у нас выглядеть pris таким образом. Для формы для образования будущих времен, да, это futur simple, conditionnel, présent, у нас будет prendre. То есть всего лишь отпадает крайняя буква E. Je prendrai, tu prendras, etc. И так далее. Теперь давайте перейдем к однокоренным собратьям данного глагола. Итак, самые ходовые, самые часто употребляемые это глагол apprendre и comprendre. Apprendre это учить, comprendre это понимать. Также путем прибавления приставочки re можно получить такой глагол как reprendre. Это значит снова что-то брать, да, или reapprendre, снова что-то учить. Следующий тоже достаточно важный употребляемый собрать, глагол apprendre, это глагол surprendre, это удивлять или заставать врасплох еще тоже, кстати, его значение. И глагол entreprendre это предпринимать что-то, да, от него производное слово entreprise, предприятие, или entrepreneur, предприниматель. Также глагол surprendre спрягается точно так же, как и глагол prendre. Surprendre это значит ошибаться, заблуждаться в чем-то, что-то принимать не так, как оно есть. Вот, в принципе, это основные глаголы, которые будут спрягаться точно так же, как глагол prounder. На что еще хочу обратить ваше внимание. Часто по образу и подобии глагола prounder спрягают другие, немножко похожие глаголы, например, такой, как глагол rounder, возвращать. Да, мы видим, что, в принципе, вот этот весь глагол rounder, он входит в состав глагола prounder. Но, прошу не путать и прошу запомнить раз и навсегда, что по образу и подобию глагола prounder спрягаются исключительно те глаголы, которые я перечислила, и которые в своем составе имеют целый глагол prounder. Глаголы типа rounder, ну, которые оканчиваются на andre, undre, их на самом деле очень много. Répondre, entendre, attendre и так далее, они будут спрягаться по другому образу и подобию. Они не похожи на глагол prounder, они не спрягаются так, как глагол prounder. Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда это очень важно. Кто еще не выучил спряжение глагола prounder в настоящем времени, я вам под видео оставляю ссылочку, тренажер, для того, чтобы вы могли отработать, закрепить спряжение глагола prounder в настоящем времени. Дальше, приступаем теперь к выражениям, да, к значениям глагола prounder. Глагол prounder используется у нас со всем транспортом. И мы знаем уже с вами из урока про глагол aller, что с транспортом у нас может использоваться глагол aller, да, например, ехать на чем-то. Кто хочет вспомнить, освежить в памяти, переходите по ссылочке, а я тут быстренько сейчас напомню о том, что с глаголом aller у нас обязательно перед транспортом будут использоваться предлоги. Предлог en для транспорта, в который мы входим вовнутрь, en avion, en bateau, en voiture, en metro, etc. И для транспорта, на который мы садимся верхом или становимся верхом, да, это будет у нас предлог a. A vélo, a pied, пешком это тоже считается как транспорт, да, свой личный. A pied, a vélo, a moto, a cheval, a trottinette и так далее, да, то есть не забываем. Значит, после глагола aller перед транспортом у нас будут предлоги, а после глагола prounder и перед транспортом никаких предлогов не будет. Это прямое дополнение prounder, quelque chose, брать что-то. prounder le metro, prounder le bus, prounder le taxi, etc. То есть прямое дополнение никакого предлога. В этом отличие между глаголами aller и prounder. Еще смысловое отличие, небольшое, если вот как бы имеется глагол aller, значит ехать на каком-то транспорте, да, например, je vais au cinéma en voiture, я еду в кино на машине, то prounder больше как переводится как садиться в какой-то транспорт, да, например, pour aller au bureau, je prends la voiture, да, чтобы поехать в офис на работу, я беру машину, я сажусь в машину, да, то есть в принципе они практически синонимы, но вот такой небольшой как бы оттенок есть. Для тех, кто изучал английский язык, в данном контексте глагол prounder очень приближен к глаголу take, да, брать тоже. Take также используется с транспортом. Дальше, глагол prounder также очень часто используется с едой и с приемом пищи. Например, prendre le petit déjeuner, да, мы знаем, что для глаголов обедать и ужинать есть специальный глагол déjeuner или dîner, глагол завтракать, это prendre le petit déjeuner, то есть принимать, есть, да, принимать вовнутрь имеется в виду, есть завтрак, да, то есть завтракать. Мы можем также использовать глагол prounder вместо глагола manger et boire, да, manger это кушать, boire это пить, то есть глагол prounder может их тоже заменять, эти глаголы. Например, француз скажет on va prendre un café, пойдем выпьем кофе, да, то есть он не скажет on va boire un café, француз больше скажет on va prendre un café, on va prendre un verre, пойдем выпьем по бокальчику, да, или можно сказать au petit déjeuner je prends un café, un croissant et un yaourt, да, то есть на завтрак я ем кофе, croissant, йогурт, да, то есть можно сказать je mange, да, можно, но француз больше скажет je prends, je prends. Также глагол prounder мы используем с ванной и с душем, например, prendre un bain, да, или prendre une douche, принимать ванну и принимать душу. Далее, для того, чтобы сказать я фотографирую, мы тоже будем использовать глагол prounder. То есть я фотографирую, да, также если мы хотим сказать я фотографирую кого-то, да, мы скажем prendre quelqu'un в фото, я тебя фотографирую, да, или пусть я тебя попросить сфотографирую меня, puis-je te demander de me prendre un photo, сфотографировать меня, взять меня на фотографию. Также, что мы еще можем брать? Мы можем делать заметки, да, делать записи, prendre des notes, то есть когда учитель что-то объясняет, вот я часто, да, объясняю своим ученикам какую-то тему и говорю, prenez des notes, s'il vous plaît, записывайте, делайте заметки. Prenez des notes, prendre des notes. Давайте теперь еще посмотрим, что же мы можем prendre вовнутрь, что мы можем еще принимать? Мы можем еще принимать лекарства, например, да, то есть prendre des médicaments, или prendre un cachet, prendre une comprimée, это тоже будет глагол prendre, принимать лекарства, принимать вовнутрь, кушать их, да, prendre. И также, если мы уже заговорили о медицинской терминологии, то мерить температуру, это тоже будет prendre la température, prendre la température. И если, опять же, мы уже про болезнь заговорили, значит, глагол простудиться, это prendre froid, je pris froid, я замерз, я простудился, je pris froid, prendre froid, заболевать, простуживаться. Что мы еще можем брать? Мы можем принимать решение, да, prendre une décision, prendre une décision, это принять решение. Также мы можем принимать участие. Prendre par quelque chose, не забывайте обязательно предлог à. Prendre par quelque chose, это синоним глагола participer, тоже à, participer à quelque chose. Что же мы можем еще принимать? Мы можем принимать кого-то за кого-то. Например, вопрос такой, да, Pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends? За кого ты меня принимаешь? Или другая фраза, Ma mère me prends pour un bébé, да, Моя мама меня принимает за ребенком, Моя мама считает меня ребенком. Ma mère me prends pour un bébé, То есть, принимать кого-то за кого-то. Prendre quelqu'un pour quelqu'un. Вот, с этим понятно, да. Дальше, что мы еще можем принимать? Мы можем принимать правую или левую сторону, да. Например, вот, когда мы едем в машине, И навигатор нам говорит, Через 300 метров примите вправо, Поверните вправо, да. То есть, prendre à droite или prendre à gauche, Это принять, либо принять правую сторону, Либо повернуть направо. Prendre à gauche. Например, если вы спросите у кого-то дорогу на улице во Франции, Да, вам скажут, Prendre cette route, То есть, едьте по этой дороге, Или, Prendre cette rue, Или, Идите по этой улице, И после светофора И после светофора Поверните направо. То есть, Prendre la route, Prendre la rue, Идите, Следовать по какой-то дороге или улице, И prendre à droite, Пrendre à gauche, Повернуть направо и налево. Также с глаголом prendre мы можем сказать Prendre l'air. Prendre l'air, L'air это воздух, да. Prendre l'air это Пойти прогуляться, Продышаться, да. То есть, Пойти проветриться. Aller, On va prendre l'air. Идем немножко прогуляемся, Проветримся. Далее, Что можно еще добавить к этому списку? Также очень популярное, Очень используемое выражение Prendre soin de quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un. Soin это забота, да, Уход. То есть, Prendre soin de quelqu'un Это заботиться о ком-то. Очень частое выражение, Особенно сейчас в эпоху коронавируса. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Или Prendre soin de vous. Это Береги себя. Позаботься о себе. Да. Prendre soin de vous. Позаботьтесь о вас. О себе. Или Prendre soin de vous. Или Позаботься о себе. Береги себя. Очень важная Фраза. Далее, Что еще хочу добавить? Еще Глагол Prendre используется Для того, Чтобы сказать, Что Это у меня Заняло какое-то Время, да. Например, Дорога у меня Заняла Два часа. La route m'a pris deux heures. La route m'a pris deux heures. То есть Дорога у меня Аняла, да. Забрала у меня Два часа. Очень часто Так говорят. Еще, Если мы уже Заговорили о времени, Такое тоже Очень ходовое Выражение Prendre soin de vous. Дословно Брать свое время, да. То есть Располагать, Распоряжаться Своим временем. В каком контексте Оно используется? Это выражение В контексте Не торопитесь, Не спешите, Располагайте Вашим временем. Prendre votre temps Prendre ton temps Prendre ton temps Прямо как Скороговорка Получилась Prendre ton temps Не спеши, Не торопись, У тебя есть время Распоряжайся Своим временем. Prendre votre temps Prendre ton temps Ой, Столько вам уже Всего наговорила, Думаю, На сегодня Будет достаточно. Если вы Хотя бы Половину Этих выражений Выучите И сможете Ими оперировать, Сможете Ими пользоваться Это будет Очень большой Плюс От моего урока Я буду Этому Очень рада Для тех, Кто хочет Потренироваться, Попрактиковаться В употреблении Глагола Праунда В контексте И его Однокоренных Собратьев Пишите В комментариях Вашу почту И я вам Вышлю ссылочки На упражнения С автопроверкой С автокорректировкой Вот Я на этом Хочу с вами Попрощаться Откланяться Как говорится Пожелать вам Удачи В изучении Данного Глагола Он очень важный Поверьте Он вам будет Пригождаться Ну буквально На каждом шагу Он очень Любим французами Очень Ими Употребляем И я думаю Что у вас С ним Тоже Все Сложится Наилучшим Образом Я с вами Прощаюсь Я вам Прощаюсь Я вам Хорошего дня Прекрасной Недели Я вам Желаю Я вам Успехов В изучении И Скоро С вами Снова Увидимся Подписывайтесь На мой канал Кто еще Этого Не сделал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Мне Очень Важно Видеть Вашу Обратную Связь Мне Очень Приятно Читать Ваши Отзывы Благодарю Вас До новых Встреч А Ля Прошенна